Дворовые территории на улице Гоголя 1Г имеют ухоженный и красивый вид. И не случайно. Здесь для создания уюта и в будни, и в выходной день трудятся неравнодушные жильцы этого дома. Розы, лилии, хосты, туи, бархатцы и даже кусты смородины. Все это видовое многообразие можно найти во дворе. Правда, так было не всегда. Жильцы делятся, что всего несколько лет назад земля возле домов была совершенно не приспособлена для выращивания на ней цветов или кустарников. Пришлось приложить немало усилий, чтобы обогатить землю и помочь растениям прижиться. Земля была жуткая, конечно. Здесь чего только и бензин, и море всяких веществ, из-за которых, конечно, очень плохо развиваются и деревья, и кустарники. Но все-таки стараемся изо всех сил, чтобы было красиво, чтобы нам было приятно выходить из дома. Особенно утром, когда солнце начинает всходить, и все это покрывается розовым светом. Вы представляете, какая прелесть? Мы, конечно, не могли заставить рассвет и насладиться красотой, но даже яркие рассказы Надежды Бармаковой впечатлили. Невооруженным глазом видно, что человек искренне любит то, что делает. Таким преданным своему делу оказался и Вячеслав Беляев, председатель товарищества. Он много сделал и делает до сих пор для создания уюта и красоты во дворе. А началось все с хорошего примера. Офисы, что находятся с другой стороны дома, активно обустраивали свои территории. Один из тех офисов, который начинался, вот этот дом здоровья, около которого мы стоим, он сделал небольшую грядочку, но очень красивую и хорошую. Очень много нашлось у нас жильцов, которые, идя мимо, увидели, что что-то есть здесь, и решили с той стороны сделать так же красиво. В конечном итоге мы купили за свои деньги самши, туи, елки очень красивые купили, которые посадили. Люди как бы отзывчивые. Ну, есть разные люди. Есть люди, которые считают, что это все излишество, что это мы тратим деньги на пустую. Но в основной масса считает, что это нужное дело для наших детей и для нас. Поэтому стараются наш двор и наш дом сделать одним из лучших в районе. Двор по адресу улиц Амина 14 тоже не отстает. Правда, здесь инициатива поддерживать красоту и порядок присутствует всего у нескольких человек. Но даже такое небольшое количество не помеха. Дом был сдан в эксплуатацию в 2016 году, и за эти пару лет было сделано немало. Можжевельники, самшиты, дикий виноград и многое другое уже украшают двор, и впереди у активистов много планов. В течение трех с половиной лет занимаемся нашим благоустройством, озеленением. Все на начальных этапах инициатива. Я совместно с некоторыми жильцами, там 4-5 человек выходим на субботники, вечерами поливаем, стараемся что-то озеленить. Есть девушка у нас дизайнер, что-то придумает, что-то привносит, что-то пытаемся докупить где-то, что-то кто-то привезет задачу с участка. Вот такими силами мы что-то возводим, озеленяем наш двор. Для того, чтобы сохранить и приумножить красоту города, специалисты проводят мониторинг, где следят за состоянием дворовых территорий. Распоряжением главы администрации при ЖЭСах созданы рабочие группы. Еженедельно рабочие группы проводят рейды по территориям, которые входят в подведомственность ЖЭСа. У нас таких шесть созданы рабочие группы. И совместно с Центром гигиены и эпидемиологии мониторят санитарное состояние, в том числе и дворовых территорий, домов ЖПК, товарища, собственника. Но главное не контроль со стороны рабочих групп, а искреннее желание людей создавать вокруг себя красоту. И в Бресте таких энтузиастов много.